Насыпала, налила Сергеевне, обед подала. Обед, суп грибной. Вот такой вот, ребята, супчик-супец с шампиньонами и рисом. Нельзя, Альма, нельзя! Хлеб и лучок, как Леночка любит. А ты вообще, иди на место. Нос исцарапанный, к ласе лезла, да? Смотрите, нос вон, поцарапанный. Ничего не могу поделать, блин. У ласы милота, а это этим пользуется. Ласа терпит. Прям не могу. Так, всё, ребята. В прошлом видео, когда я на кухне снимала, мне жаловались, что сильно тёмная картинка получилась. Ребята, это я неправильно настраиваю камеру, блин. Не могу разобраться. Это всё из-за вот этого, когда я лампу включаю. Вот этот вот свет. Видите, оно что чудит? Оно засветляет, поэтому, блин, не могу настроить. Сегодня выключила лампу. Ребята, наливаю на сковороду растительное масло. Буду жарить рыбу. Вот эту вот корюшку. Корюшку впервые. Жизни. У меня есть мука. Я потистила быстро-быстро картошку. Сейчас поставлю, отварю пюрешку. Помельче режу, чтобы быстрее она сварилась. Потому что рыба быстро жарится. Вот. Картофельное пюре. Буквально немного, чтобы на один раз. Длина уже пообедала. А я хочу, чтобы на обед поели вот этой вот рыбы. Я не знаю, согласятся ли все со мной или нет. Что там, мать? Пюрешку ставлю. Так, блин, сковорода уже, наверное, разогрелась. Не успеваю, не успеваю, ребята. Ладно, еще. Быстро-быстро. Хочется включить пятую скорость, а не получается. Альма, блин, у тебя вся морда исцарапана. Что мне делать? Я в шоке, что у Ласы так быстро она начинает просить кота. Ну, что так все в этот самый. Не ожидала. Дело в том, что у нее еще молоко полностью не этот самый. Не перегорело нифига. Надо как-то проконсультироваться с ветеринаром, когда ее можно стерилизовать. Не знаю. Можно ли сейчас или нет. Как там у них у кошек с этим процессом. Ой, хочу быстрее. И начинают руки тормозить. Еще одна вот. Когда спешишь, ты начинают руки труситься. Так. Все, я уже нагрела. Сейчас я заливаю картошку. Ставлю на плиту. Оп. Есть. Все вперед. И выкладываем рыбу. Блин, она с икрой внутри, ребята. Офигеть. Короче, ничего ее чистить не надо. Ничего там доставать не надо. Просто так вот целичком и жарить. Интересно. Оп. Прям такая крупная попадается. Но я в восторге, что она вся с икрой. Это, конечно, мега супер вообще. Обалдеть. Ну, а так вот внешне чем-то похоже на мойву. Просто более такая, она упитанная, толстенькая. Ну, мойва, да. Когда мойву жаришь, блин, не то, что на всю кухню-залку. На весь подъезд. Когда кто-то жарит мойву, сразу слышно, что кто-то жарит мойву. Есть еще мойву жарят в духовке. Тоже способ такой, типа, ну, чтоб не так запах по кухне распространялся. Ну, вот мне прям интересно вот с этой рыбой. Да она не имеет такого запаха, как мойву. Еще бы маленькую сюда поместить какую-то. Вот так вот. Вот так вот. Сильно плотно выложила. Уклала. Поклала, наклала. Выклала. Все. Короче, картофельное пюре. Молочко у меня есть. Сливочное масло есть для пюрешки. Сейчас рыбку поджарим. И все, мусор забыли сегодня вынести. Мусор полно. Коробушка полно ведро. Вот. Короче, ласу негде покормить. Купила же ей рыбу, дала рыбу. На балконе. Я не хожу сейчас на балконе, иначе Альма ей просто покушать не дает. А на балконе сейчас ремонт делается. Поэтому знаете, куда я ее отправила? Я ее отправила в предбанник. Поставила ей рыбу и закрыла в предбанник. Сейчас пойду проверять, кушает она или нет. Так, может добавить мощности. А что делать? Негде даже кошку покормить, честное слово. С этой Альмой бешеной. Блин, ребята, а смотрите, какая красивая рыбка-то получилась. Офигеть. Она тут толстенькая, потому что там внутри полностью икра. Слушайте. Но пробовать буду потом. Или сразу попробовать можно эту маленькую. А, горячая. Слушайте, классно. Она хрустящая и очень-очень вкусная. Мне понравилась просто на 1000%, ребята. Та-дам, мамочка. Та-дам. У нас обед. Обед. Даже Сережа согласился поесть то, что я приготовила. Без бутерброда. Картофельная пюрешка, свежеприготовленная, очень вкусная. И, собственно, рыбка. Смотрите, вот она толстенькая. Тут, походу, или не в этой. Сейчас я найду с икрой. Где-то была. Вот эта, по-моему. Смотрите, какая красивенная. И, походу, внутри. Здесь должна быть, да. Внутри икра. Прямо аж белая такая. Круто. Да. Прикиньте. Вот такая вот рыбьёка. Надо сейчас салфетки на стол поставить. Аджика домашняя. Сергею чай и для Лены огурчики. Она без огурцов не может. Всё. И вот собака вот сидит вечно голодная. С подранным носом. С подранным носом, да. Да. Несчастная. Носа тебе. Не кормит девочка. Назрала. Заголоденная. Так, всё. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами, ребята. Ням-ням. Так, ребятки мои хорошие, пришло время приготовить ужин. На ужин я собираюсь готовить плов. Я хочу его приготовить. Ребята, прямо этот самый. Обычно я готовлю в мультиварке. Но у меня мультиварка, чьих пыль, через раз работает, ребята. Отключается, то и дело. Поэтому я этот самый. Приготовлю в сковороде. Не знаю, что это получится. Слипнется он, не слипнется. Но в принципе, Сергей, если есть плов, он любит переваренный, чтобы рис был переваренный. У меня есть рис длиннозернистый. И есть круглый рис, который я Альме на кашу беру. Вот я хочу круглый именно приготовить. Он больше разваривается, такой, как каша получается. Ну и пускай будет так. Так, начищаю лук, морковь. Мясо у меня уже есть порезанное. Сейчас сковорода разогреется. Вот. И пока я всё это очищу, сейчас, ребята, давайте пересмотрим немножко комментарии. Блин, мне бы очки одеть, чтобы я лучше видела. Очки уже еле через них вижу. Альма их украла, погрызла. И на стёклах такие начербнуты, не знаю, как на коцанах. Такие тяточки. Так. Значит, ребята, такой комментарий от Александры Шашкиной. Значит, Юленька, вы молодая, красивая женщина. Но почему вы себя закрыли на этой кухне? И Юля опять на кухне, да, как раз под этот комментарий подходит. Столько в мире всего интересного и познавательного. Ну, сходите вы в кинотеатр, в театр, в ресторан, в конце концов, Сергеем. Давно вы себя баловали, это вопрос, давно ли вы себя баловали женскими штучками? Массаж, маникюр, ой, давно. Педикюр, педикюр никогда в жизни не делала. Жизнь настолько коротка, а радостей у вас в ней практически нет. Не обижайтесь, пожалуйста, ни в коем случае не хочу вас обидеть. Просто оглянитесь вокруг, сколько есть интересных вещей, кроме готовки вечной. Балуйте себя чаще. Александра, ну, я, конечно, не против, я согласна с вашим комментарием на все 100%. Но я не могу ничего с собой поделать. Да, есть такое, я себя... Блин, какой ядреный, видите, аж плачет. Но это не от комментариев. И не от тягостей в моей жизни, ребят. Это лук такой. Лена мне тоже недавно лук чистила. Она говорит, мама, же он такой ядреный. Я говорю, плач, плач, детка, плач. Тебе еще много в жизни придется лук перечистить. Вот, я согласна. Давно, если на массаж, я никогда не делала педикюр, я никогда не делала. Я мечтала бы, кстати, о массаже, но не могу себе как-то, ну, позволить. Не могу я себе выделить время, там, что-то, это самое. Мне надо челку постричь. Я не могу как-то потратить даже время. Есть у меня такое, ребят. Я говорю, у меня надо что с собой делать. Не могу даже потратить на себя время погибать легче. Понимаешь? За годы, как-то так, я сама себя загнала. Вот. И, ой, есть такое, да. Ну что, что я могу на это ответить, ребят? Хотелось бы, честно, но не могу ничего поделать. Буду стараться и то, я не знаю, как я могу пообещать, если с другой стороны я понимаю, что... Ох, блин, хорошо, что чашка пустая. Чашка. И у нас тут наставлено столы и камеры и все на свете. Так, сейчас, сейчас, зачем я полезла? А, за мясом сейчас я достану, ребят. Честно, ну, так мои рассуждения, а так вообще не могу я пообещать. Или что-то такое более ясное вам ответить, честно. Просто я согласна с вашим комментарием. Вот на этом пока и закончим. Потому что, честно, мне стыдно и нечего сказать. Как есть, ребята. Так, дальше. Ага, Вероника Никитина спрашивает, ела ли Лето грибной суп? Вероник, ты знаешь, да, ела. Хотя, насколько Лена шампиньоны, в принципе, не любит, не ест. Но, видно, она не захотела маму расстраивать. Ну, хотя нет, если бы было ей совсем, ну, противное, она бы не ела. А так, нет, ест. Конечно, не до дна тарелку съедает. Немножко там на дне оставляет, кстати, именно грибов и риса. Ну, в общем, там что-то ест. Нормально, пошел суп. Буду иногда готовить, мне понравилось. Там еще тарелочка осталась, кстати. Блин, я мокрыми руками. Вот уж не могу и читать этот самый. Так, Вероника Никитина пишет. Мне кажется, что совсем не нужно на балконе, что совсем не, то, что совсем не нужно, ну, из вещей на балконе, нужно выбросить. Зачем на дачу? Блин, это да, Вероника, это проблема. Проблема, причем нас обоих, Сергеев, есть такое. У нас мы как-то складируем, складируем, на дачу увозим, увозим, хотя ты совершенно права. Потому что вот я сейчас задумалась, да, все, что мы на дачу увозим, оно так, так же и лежит, вот как на балконе лежало, так же оно продолжает так лежать. Оно ничего не пригождается. Допустим, какая-то там сломанная табуретка или еще что-то, она так там сломанная и лежит, поняли, да? Или какая-то старая кастрюля, она в итоге там просто лежит в сарае, я ей не пользуюсь, но она просто лежит. Так что в этом ты права на 100%, но это в первую очередь надо себя как-то переделать, потому что вот эта вот мысль, а вдруг пригодится какая-то дощечка, какая-то чего-то там, где-то что-то подставить, подложить, наложить, заложить. Вот это вот проблема, да. У меня, например, Женя, сестра, она совершенно другого плана насчет этого. Она выкидывает все, даже вещи. Ну, вещи, допустим, там Полька поносила, какой-то там костюм, например, купленный за тысячу гривен, допустим. Дети быстро выросли, она оттаскала этот костюм месяц, он стал мал. Или осень, допустим, или весну. Не хочу мячик, Альма сейчас, не до мячика. И она берет, просто выносит и у мусорки на улице ставит, ну, чтоб кто-то забрал. Ну, вот так вот. Ну, я к тому, что вообще ничего дома, никакого хламья. У нее шкафы полупустые, только все нужное. Так же по посуде, так же ты сам. Я говорю, у меня открываешь ящик какой-то, да, вот если открыть, у меня что-то половина ненужного. Половина ненужного, а вот это вот в голове есть, потому что, да, вдруг пригодится. Или что-то купила, а оно мне не зашло, я им не пользуюсь. Оно лежит просто так. Но там, я его выкинув там через лет 10, поняли, да? Не знаю. Так, сначала я блины, сейчас мясо кину на сковородку, оно будет шипеть, и вам ничего не услышно будет. Капец. Ну, что делать? Вот обычная шумина. Папка, покажи Вичи-то. Видите, кто у меня тут ходит? Страшные люди. Так, немножко оно шипит, ребята. Давайте я пока отключусь, пока оно шипит. Все, ребята, плов готов. Посмотрите, какой он получился. Ух тышка. Сейчас попробуем. Я его не перемешивала, то при вас помешала, и все. Вот такой вот плов. Прикольно. Сейчас Леночке накладываю, закладываю, и пускай она в себя закладывает, кушает, короче. Та-дам, мамочка. Та-дам. У нас ужин. Ужин, да. Ребятки, плов обалденный получился. Лена съела всю тарелку, ей очень понравился. Открыли, лечим. Мы, еще зима не наступила, мы уже, короче, открываем. Пошел. Ну, оно хочется к плову чего-нибудь такого. Вот. Хлеб, да и чайок. И все. Вышла новая серия Мастер Шеф, мы с удовольствием посмотрим. Она длиннющая, там два с чем-то часа, поэтому нам хватает смотреть на дня четыре. Мы по чуть-чуть за обедом, за ужином смотрим понемножку. Эти достали, разогнала их, ту на место выгнала, эту сюда посадила. Я Альму выгоняю на место, потому что она ее мучает, это позволяет, у нее ж милота. Вот. Так я Альму выгоню, а эта дурочка идет сама к ней, чтобы Альма над ней издевалась. Ласа. Ну, все, я в шоке. Просто девочка. Не прошло ей сколько времени, недели, как котят нету, у нее уже все, ей принца подавай на белом коне. Кошка, да. Можно и без коня. Ты, тронтота. Она вот теперь как этот самый, как наркоманка, с ней дело хоть верти, хоть крути, она. О, Господи. Альму лечим, сегодня пришло этот самый, потому что она взводит, да, такая. Нормально. Пришло время Альме антибиотик давать, дали антибиотик, Альму еще лечим. Сейчас надо слазить. Еле дали, блин. Еле дали, все, она. Она сильная такая, вырывается. Вырывается, мордой крутит, а она все, вот после этих ветеринаров, после этих уколов, ее клеймануло, она, этот самый, начинаешь ее держать, она понимает, что ей что-то будут делать. И все, и она дергается, и невозможно вообще. Ей что-то. Глаз хочу посмотреть ей, она дергается, вот так вот прячет, не дает глаз посмотреть. Ну, кое-как забили. Ну, да, да. Глаз, кстати, прошел, нормально все, слава богу. Покапали, глаз прошел. Все, ребятки, будем кушать. Пока-пока, спокойной ночи. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Пока, ребята.